Дорогие телезрители, всех вас сердечно приветствую с сегодняшним воскресным днём. И как было уже обещано, мы сегодня с вами посвятим нашу встречу, нашу программу о празднике Воздвижника Христа Господня, который мы с вами начали праздновать во вторник, уже прошедший Седмицей. Еще раз напомню, день этот был строгий, поскольку мы все-таки вспоминаем, прежде всего, распятие Христа Спасителя, День Скорбный, поэтому, несмотря на то, что праздничный день, по уставу положен строгий пост. И, как мы знаем, каждый праздник, который мы с вами совершаем в храме, в церкви, и имеет под собой какое-то событие, это может быть какое-то евангельское событие, крещение Христово, например, Рождество Христово, или Благовещение Пресвятой Богородицы. Так вот, праздник Воздвижника Христа Господня не является евангельским событием. Более того, само это событие произошло через 300 лет после Христово Воскресения. Все мы хорошо знаем, что в 1313 году император Константин Великий издал так называемый Миланский Эдикт, согласно которого христианцам было объявлено религией, разрешенной на территорию Римской империи. И тем самым на большей части империи гонения на христиан прекратились. Но его соправители еще долго придерживались языческих позиций, и окончательно уже победа, как бы некое торжество христианства над гонением произошло чуть позже, в 1321 году. Далее мы знаем, в 1325 году состоялся Первый Вселенский Собор, на котором с тщанием императора Константина собрались епископы со всего христианского мира по поводу Ересиария. И Константину, конечно же, очень хотелось, чтобы мир был не только государственно-политический, но чтобы мир и согласие были бы и внутри Церкви. К сожалению, это его высокий замысел так и остался незавершенным. Ересиария никуда не исчезла, и еще долгое время, даже по сей день, я бы сказал, до сих пор является причиной разного рода богословских диспутов и споров. Хотя прошло уже больше тысячи лет со времен этого события. Но, тем не менее, сразу после Первого Вселенского Собора благодарность за все, за мир, прежде всего, на территории империи, Константина и Пачева, мать Елены, которая была христианкой, именно она воспитала своего сына при согласии мужа своего Констанции Хлора, воспитала сына Константина в христианском благочестии, возымели желание все-таки обрести, явить миру, то о Родине, на которой было совершено наше спасение, а именно Крест Христов. Эта почетная миссия выпала на долю императрицы Елены, которая была к тому времени весьма-весьма уже немолода. Но забыв возраст старости, скажем так, она с юношеской легкостью, с большим удушеврением направилась в Иерусалим. Благо, находилась недалеко, ведь местом пребывания матери Константина была Антиохия. Она проживала на территории современной Сирии, и уже из Антиохии или современного Дамаска отправилась в Иерусалим, там достаточно все близко. Придя в Иерусалим, возникла сразу же первая проблема. А где же та Голгофа? Где же тот Крест Христов, который мы с вами уже несколько дней почитаем, и лицезреем в середине храма, видим, висущего на кресте Христа Спасителя, страдающего за грехи человеческого рода? Ведь по тому обычного времени было известно, что орудия казни закапывались рядом с самым местом казни. Найти Голгоф оказалось весьма-весьма непросто, ведь мы его хорошо знаем, надеюсь, любознательный наш и помнит, зрители о том, что во время посещения Иерусалима императором Эрием Адрианом даже город был из Иерусалима, назван в честь императора Адриана Элией, и самое место, где была Голгофа, было засыпано землей, и на нем сверху было устроено капище Венеры. И вот на том месте, где совершилось наше спасение, совершалось всякое мерзкое языческое действие. С умыслом, видим, это все было сделано. И только один старый, старый иудей по имени Кириак вспомнил, что Голгофа находилась на том месте, где ныне находится капище Венеры. Действительно, была найдена Голгофа, были найдены кресты, три креста, даже дощечка с надписью Пилата, Иисус, Назаре, царь иудейские были обретены на этом месте. И что интересно, этот иудей Кириак со временем покрестился и даже был епископом в Иерусалиме и принял мученическую кончину во время императора Юлиана Отступника. Найдены три креста, найдена дощечка. Очередная проблема возникает. А какой же из этих трех крестов, тот, на котором было перегвоздено тело Христово? Ведь дощечка лежала отдельно. Если бы крест был с дощечкой, конечно, было бы сразу видно, что вот он, крест, вот она, почерк Понтия Пилата. Всем стало бы очевидно, который из этих трех крестов Христов. И, наверное, понадобилось некое сверхъестественное вмешательство, я бы даже сказал, чтобы от всех присутствующих уверить, что один из них, один из трех крестов, только что найденных, именно крест Христов. Как нам говорит предание церковное, в то время, когда вся императрица Елена, все присутствующие, в том числе и патриарх Иерусалимский Макарий, были в большом затруднении, как же определить, где креста Христов? Ведь эти три креста были совершенно одинаковы. Как решить, как найти, как эту проблему разрешить? И шла мимо похоронной процессии. И Елена, императрица, и Макарий, и патриарх, движимые, конечно же, несомненно верою, решились на достаточно смелый и рискованный шаг. Надеясь на то, что сам Господь Бог укажет на свой крест, было решено по очереди возложить на покойника кресты. «Когда один из крестов приложили к покойнику, тот воскрес». Отсюда его фраза «животворящий крест». Мы же вспоминаем «возвижнее чеснага животворящего креста Господня». И другое предание говорит о том, что после даже воскрешения мертвого еще раз решили обратиться к промысла Божию, и согласно этому преданию, бывшая в толпе тяжело болящая женщина исцелилась. Этих двух чудес стало, казалось, достаточно, чтобы все присутствующие, даже и неверующие в том числе, убедились, что действительно найден крест Христов. Согласитесь же, ведь не каждый, ведь сколько было распятых на кресте за всю историю Рима? Тысячи, десятки, десятки тысяч. И только один воскресил умершего. И это был тот крест Христов, которым, конечно же, мы видим все эти дни в храмах Божьих. Ввиду того, что весьма немалое количество народу собралось, у всех было великое желание приложиться ко кресту или хотя бы посмотреть на него, хотя бы издалека патриарх Макарий встал на возвышенное место, и чтобы всем было видно хорошо, высоко над головой на все четыре стороны воздвигал крест крестообразно. Все присутствующие восклицали с умерением Господи помилуй и совершали перед крестом поклонение земной поклон. Собственно говоря, ввиду того, что патриарх Макарий именно воздвигал, поднимал крест высоко, чтобы его было всем хорошо видно, и само на зоне праздника получил название «Воздвижник креста Господня». Вот это событие мы с вами и вспоминаем. Через какое-то время был освящен храм воскресенье Христова, который был построен над Голгофой. Само освящение храма произошло в субботу, 26 сентября по новому стилю, в 335 году. На следующий день воскресенья был принесен крест в храму жену освящен, где как раз был совершен чин вновь возвижения креста Господня. И все присутствующие в храме восклицали «Кресту Твоему поклоняемся, Владыку!» И поскольку Ты был воскресенье, все добавили «И святое воскресенье Твое славим». Вот именно эти слова мы с вами в храме слышим уже почти целую неделю. Вот что мы с вами, дорогие телезрители, вспоминаем уже несколько дней. И совершенно, конечно же, возникает вопрос, зачем же так вот понадобилось какое-то время, что же помешало крест найти чуть пораньше вопроса, достаточно, наверное, даже праздную, но тем не менее, ведь в планах Божьих все ведь как бы несколько предопределено, и это предопределение зависит от ума настроения человека. Пока не пришло время, когда люди действительно с должным почитанием, с благоговением могли обрести крест Христов, и с должным почитанием, с пользой Его к Нему обращаться, молиться, к Нему даже прикладываться, понадобилось 300 лет. Вот вспоминаем того же Адриана Ильи, Илья Адриана. Был образованнейшим человеком, но тем не менее, именно он приложил массовую усилию, чтобы крест был навсегда, как зал бы, забыт. И вот именно, когда сердце человека оказалось способным к этому подвигу, крест и явлен оказался в миру. Мои дорогие, прощаюсь с вами. До следующего воскресного дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова